В невысокой миловидной девушке со смущенной улыбкой трудно заподозрить ни много ни мало призера параолимпийских игр в Лондоне и победителя альтернативных игр по стрельбе из лука. Далее речь пойдет в сюжете наших коллег. Смотрите сюжет. В невысокой миловидной девушке с тонкими кистями изящных рук и смущенной улыбкой трудно заподозрить ни много ни мало бронзового призера паралимпийских игр в Лондоне и победителя альтернативных игр по стрельбе из лука в этом году. Сила и уверенность появляются при одном прикосновении к луку. Плечи разворачиваются, взгляд становится острым. Секунды – цель. Да, тремя пальцами. Целься. Тяни, тяни. Но не в этот день. Сейчас и здесь Степанида Артахинова – заботливый тренер с улыбкой и эстоическим терпением каждому желающему, пришедшему на мастер-класс, объясняющая азы стрельбы. Вопросов было много, но еще больше было желающих самим попробовать свои силы, ведь, казалось бы, ничего сложного. Три движения и ты – новый Робин Гуд. А из-за стрелы у тебя не вылетят отсюда. Хорошо? На палочку, до подбородка. Раз, два. Процесса. Стреляй. Стреляй. Молодец. Практика доказала – все не так просто. Не считая тонкости и техники, нужна физическая выносливость и, конечно же, меткий глаз. Было тяжело держать лук и тетиву натягивать. На самом деле, когда смотрела, казалось, что очень легко. Но когда встала сама, уже как-то прямо страшно стало. И, ну, интересно было попробовать. Ну, страшно было. Немножко тяжело. Степанида. На родине всего несколько дней. Но сидеть без дела не может. Смена деятельности – это тоже отдых, улыбнулась именитая спортсменка. Пока есть возможность, она дает уроки по стрельбе у себя в родном селе. А сейчас специально приехала в город. Стрелять из лука – это очень интересно, по моему мнению. Потому что сам процесс натягивания тетивы, накладывать стрелу, отпускаешь тетиву, и стрела летит. Это непередаваемо. Вообще была бы такая возможность, занимался бы? Если бы у нас было фехтование или стрельба из лука, я бы пошел обязательно. Когда попал в десятку, это было круто. И уже в завершении заметила – есть хорошие ребята. Будет работать в районе это направление – сможете воспитать достойную смену.